всем привет друзья мои наконец-то я вышла остановилась не на том этаже иду сашка вам по делам а потом у меня есть кое-какие новости с грузии расскажу вам и надо на базаре надо еще кое-что купить так что дел очень много вот такие вы с масками сашки мам как на улице хорошо но немножко прохладно уже конечно уже пришла зима конце концов кышдёрум гельды берас сырын да ну вот ашкин легкая курточка на солнышке солнышко греет нас людей много на улице все повыходили после такого запрета что хочу вам сказать сегодня встала на весы я похудела в общем за две недели на 5 кило первая неделя 3 кило вторая неделя 2 кило сейчас без не будет сильно падать но еще две недели есть за окончание этой диеты так что я рада своим успехом тем более не голодаю у меня все нормально чувствую себя сегодня хорошо так что пошли мы по делам а вечером другие с новости мы пришли помните мы брали аренду машины и на моего мужа вот я продолжаю сейчас стану в такое место чтобы не замерзнуть дует везде так вот мы помните про ездили в тарсус и брали машину в аренду на имя моего мужа и он какую-то бумажку должен был еще забрать что никаких проблем нету и все но они сказали что две недели нужно подождать не было ли каких-то штрафов у него во время поездки нарушалась скорость или еще какие-то да и вот сейчас мы пришли посмотрим чем все закончится нужно будет платить и штрафы или нет но вот я здесь решила подождать на улице чтобы не так ходить много общаться с людьми ашки пошел мы находимся в районе соли там вот есть магазины больших размеров я сейчас вам покажу как классно на улице вот район соли углубленный такой там магазин больших размеров я не знаю работает или нет но я смотрю сейчас мое хорошее что мы проехали на автобусе на маршрутке и посмотрела я что значит кафетерии где раньше чаемничали мужчины все столики убрали они просто стоят так общались мы видели все соблюдают правила которые установила правительство турции солнышко но уже и такой прохладненький ветерочек все равно солнце радует не так ли когда я смотрю в видео других моих друзей у них там холодно вообще где-то в санкт-петербурге все серо в москве тоже солнышко не бывает и думаю боже мой каком каком хорошем месте я нахожусь наверное счастливый человек что столько у нас много солнца это землетрясение немножко нас перепугало но ничего жизнь продолжается будем продолжать и жить и радоваться жизни и так вот туда дальше чуть-чуть соли так хорошо гулять на улице на улице на улице хорошо гулять хочу купить себе шарф такой но здесь не знаю посмотрю где можно купить у меня есть такие летние платочки надо сейчас что-нибудь потеплее так и хочется сегодняшние цены на бензин наш солнечный мерсин людей полно везде в банках полно очереди такие это кошмар все по выходили сегодня у нас представляете ромашку я купила еще очень много масел купила потом покажу вам и обманули в деньгах вот сейчас идем разбираться потом расскажу оказывается килограмм стоит ромашки 150 лир обалдеть можно просто обалдеть в другом месте 50-75 они сказали что посмотрите на цвет это у нас качественно покажу вам дома что за ромашка за 150 лир килограмм вот это турецкая очма посмотрите какое разнообразие печенюшек посмотрите какая красота ничего не осталось это лески сладости цены вкуснятины со мной сейчас такой произошел инцидент друзья мои потом расскажу вам дома иду вся злая слов нету мяшка впереди идет а я вот сзади ковыляюсь воды нету дождей нету а здесь прямо растут оливки что-то их не видно потому что уже их сняли вот такой домик красивый здесь идем дальше возле дома ну посмотрите невозможно не снять эту красоту боже какая красота не так ли весь забор такой красивый такие краски я его спросила можно вас снять а то там же у меня инцидент был тачим еле сумки сейчас оставим дома и пойдем на базар а потом я с вами встречусь друзья мои вот сегодняшний базар такой переполненный весь пройти нельзя мы набрали очень большую сумку переполненный о ценах расскажу вам все дома набрали очень много чего о ценах расскажу цены мне устроили очень хороший цель жду Ашкема он перец должен купить еще вот жду когда он придет все кричат на базаре 4 часа дня и уже скоро будет темнеть мы идем домой а вот это часть небольших покупок которые мы сделали аюсбир аюсбир это государственный магазин где можно подешевле купить то что подороже продается в частных такие как мигрус карфа вот смотрите я взяла вот такой себе кошар взяла в этот раз попробовать такие сосиски на пиццу это все вот это вот нам очень понравилось сейчас я аж его пожарю очень выгодно и быстро все это вкусно взяли щетки пакеты для холодильника взяли еще вот такие вот нугеты у меня купили печень две штуки хороший такой смежий соль две пачки кофе молоко мне без жира вот такое вот оно половина жира и вот для мытья полов это средство для накипи и вот это хорошо очень чистит надо осторожно с ней быть до места взяли молоко взяли для нас кафе вот такие разные печеньки аж кай взял вот это что касается юсбире мы там потратили 158 лир а теперь то что я купила для себя я так довольна мне понравились на новый год решила обновить себе ататурк подпись ататурка чашечки для нис кафе купила я себе наконец-то это масло разные это касторовое масло оно называется вот хинт яголь вот так выглядит это миндальное орехо масло все это для лица а это жужоба и вот взяла кокосовое масло и вот это вот жужоба буду лицо омолаживать купила такой имбирь он стоит 15 лир это и вот это вот ромашка 35 лир обалдеть 150 лир килограмм ну вот то что касается покупок юсбири забыла вам сказать что эти все масла по на сумму это 50-50 лир одно было по 15 другое было по 10 кажется такой цены а сейчас перейдем к покупкам на рынке мне так нравятся эти стаканчики а оказывается они паши бахчана которым работал мой муж вот смотрите чем занимался мой ашкэм такие красивые посуды он создавал с помощью машин конечно а вот наши покупки посмотрите сколько мы чего купили мы закупились на на долгое время я столько сыров понабрала вообще купила вот такую гульнар уну я забыла в магазине купить и вот купили так такую на развес купила значит я еще кошар попробовать там яглы сказали что это кошар вот такой вот он очень интересную это мне понравился попробовали вот этот я взяла на пиццу на хачапури взяли маслины 25 лир килограмм вот этот стоит 32 с половиной вот это по-моему 25 половина в общем мука по 3 лиры или по 4 килограмм такие красивые лимоны по 2 лиры килограмм по-моему в вашингтоне по 3 лиры взяли на 10 лир мы тут картошка посмотрите какая обалденная 10 лир 4 килограмма взяли такие шикарные мандарины очень лира мандолина 3 лиры килограмм были и по 2 и по 1,5 но мы все отборно берем такие помидоры взяли по 4,5 взяли много лука по 2,5 морковку купили грибы вот такие купили килограмм грибов у нас 14 лир мы взяли полкило вот такой отборный болгарский перец мы взяли по 8 лир килограмм купили половина потому что было и по 4 и по 3 не годится яблоки по 3 лиры сами они положили нельзя выбирать ну вот и зелень ну вот это все 135 ну вот это вот все это дорого идет на это а так вот закупились и вот еще заказали соду принесли нам и также вот эту воду сегодня хорошо отоварились и хорошо порасходовали заварила я себе посмотрите имбирь лимон буду омолаживаться и профилактика от короны еще чеснока туда не хватает хочу с вами поделиться что сегодня со мной произошло какой инцидент чуть я не поругалась сашкинов за это посмотрите мое видео я как обычно что делала снимала пекарню да вот увидите вы там снимала пекарню через окно печенки все перешла там где вот эти сладости и я вообще этого продавца не снимала как обычно рассказываю вы сами увидите и вдруг этот продавец говорит вы взяли разрешение я говорю что взять разрешение вы взяли разрешение чтобы снимать а я говорю я же не первый раз у вас здесь всегда снимаю и проблемой никогда не было аж кэм в это время зашел в хлебный магазин вот прямо в этом и этот продавец на улице продавал эти сладости сладости а я говорю не проблема для чего вы снимаете для ютуба он говорит вообще когда снимать говорит разрешение ты взяла он мне так натыкал ты взяла разрешение я говорю я не думала что это проблема он говорит ты разрешение взяла ты разрешение взяла ой какой он как он мне извините если я не взяла говорю а он говорит куда это ты выкладываешь и как прицепился ко мне Я пока ждала моего мужа, он прицепился ко мне. Куда ты был? В Ютубе. Покажи, мол, что за Ютуб у тебя есть. Он думал, что я какая-то аферистка, наверное, не знаю, так себя по-хамски со мной вёл, дерзко прямо разговаривал. Я говорю, набери Светлана, а та. Я ему так говорю. Он говорит, что Светлана, Светлана, набери. Я говорю, я не стала его пальцем тыкать в его телефоне. Я открыла у себя телефон мой Ютуб и показала. И тут вдруг Ашкин мой выходит. Я говорю, Ашкин, говорю, что за проблема у меня сейчас вообще? Он, знаете, как изменился сразу. Такой вежливо стал, любезный. Он на меня, говорю, кричит, нападает, что я снимаю. А мой Ашкин всегда же злится, что ты, говорит, один день доиграешься. И тут вдруг он говорит мне, говорит, я же тебе сказал, а он начал оправдываться, что я ей сказал, что, мол, разрешение надо взять. Мы думаем, что здесь, мол, она не ютубер, а какая-то шпионка, мол, куда-то будет это выкладывать. Я говорю, я же вас не снимала, я же сладости снимала. Какая шпионка? Таких сладостей сколько хочешь в этом мире, в этом Мерсине, таких же магазинов. И вот он изменился сразу в своём настроении, такой любезный стал. А я так на него кричала при Ашкине, уже почувствовала защиту. И говорю, он так со мной грубо разговаривал, говорю, больше сюда не приду я никогда в этот магазин. И всё. И вот на этом закончился этот инцидент, испортил мне настроение. И она разозлилась на Ашкина тоже, что тоже мне начал говорить при нём, что нельзя снимать, что можно снимать. И вот такая вот я пришла. Ну, потом сразу же я отхожу. И вот такие вот у меня сегодня неприятности маленькие, небольшие. Но это была уже такая небольшая неприятность. Вот то, что я ходила, у меня всё прям аж всё болит, там болит, не болит, всё. Ну, пошла я сейчас, сегодня на ужин буду что-то картошку с этим мугетом пожарю Ашкину. Ну, что сил нет, пока только что разложила все свои сумки. Завтра буду заниматься уборкой, а сегодня уже нет. И хочу немножко отдохнуть, уже постарела я. Походила 4 часа, устала очень. Ну, всё, буду заканчивать моё видео. По-моему, все новости рассказала. И главную новость я забыла рассказать, то, что сегодня моя мама получила посылку. Пришло ей сообщение на телефон где-то в субботу. И она говорит, где-то 2 недели. Это отлично, потому что я тогда платила дороже за 10 дней. Они говорят, мол, если вы в 2 раза меньше заплатите, будет месяц. Неправда. 14 дней шла посылка, всё получили в целости, в сохранности. Детки рады, сразу курточку одели, сапожки, всё, ботиночки, конфеток, сладости. Маме понравилась очень накидка, что я под горло купила. В общем, всё нормально, всё отлично. Так что не переплачивайте в 2 раза дороже, когда они предлагают на самолёте. Можно и очень хорошо, пешком, как они объяснили, это довести 14 дней, где 10, там 14. Никакой проблемы нет. Так что вот так вот. Буду заканчивать моё видео. Всем пока-пока. С вами была Светлана Атам.